С наступлением весны в наши края пришел пожароопасный сезон. В большинстве случаев возгорания виноваты сами люди. Как рассказал в интервью нашей телекомпании начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Амурского района Виктор Кислинских, органами лесного хозяйства с 9 апреля был введен пожароопасный сезон на территории, прилегающей к Санболинскому и Литовскому сельским поселениям. А уже с 21 апреля введен пожароопасный сезон на территории всего лесного фонда района. А ведь лесной фонд занимает 60% территорий. Начиная с 9 апреля этого года на территории Амурского муниципального района в лесном фонде зарегистрировано 11 пожаров, из них 10 уже ликвидировано, один пожар остается действующим, он действует на расстоянии 6,5 километров от населенного пункта Литовка. В целом от общего количества пожаров, которые произошли в лесном фонде, 39% пожаров возникали в так называемой пожароопасной зоне. Тем самым эти пожары способствовали угрозе жизни, здоровью и инфраструктуре населенных пунктов двух населенных пунктов – Литовка и Джелемкен. Пожары были ликвидированы подразделениями органов лесного хозяйства, которые специально подготовлены для тушения пожаров. Тем самым были спасены от огня ряд населенных пунктов. 55% всех возникших в этот период пожаров произошли в лесном фонде с высокой степенью пожара, опасности лесных участков. На сегодняшний день нами зарегистрировано 104 горения травяных, так называемых травяных палов, которые создавали угрозу инфраструктуре населенных пунктов. В частности, 55% от общего количества возникающих травяных палов возникали в городе Амурске. 18% возникали в ильбанском городском поселении. 8% подвергали угрозе населенные пункты литовского сельского поселения. И 21% – все другие поселения. Это ежегодно повторяющиеся случаи, когда люди бесрассудно применяют открытый огонь. И этот огонь создает угрозу жизни и здоровью как инфраструктуре, так и нам, гражданам, которые живут здесь на территории Амурского муниципального района. Сейчас оперативная обстановка с лесными пожарами остается напряженной, что обусловлено не только погодными условиями, но и безответственным отношением отдельных граждан. Которые своими необдуманными такими действиями создают угрозу жизни и здоровью и инфраструктуре на территории людям, людям и инфраструктуре на территории Амурского муниципального района. В рамках действия особого противопожарного режима к таким нарушителям будут применяться жесткие меры со стороны органов надзора.